Привет! Сегодня я хочу познакомить вас с основными цветами, которые я использую для того, чтобы рисовать морские сюжеты. Как мы знаем, на рынке представлено огромное количество самых разных оттенков и очень легко в них запутаться, очень легко потеряться и, собственно, не понять, что же приобрести для какой-то конкретной задачи. И вот для того, чтобы вы могли чуть больше ориентироваться, я хочу вам показать основные цвета, которые у меня в ходу. Именно для темы морских обитателей, морских сюжетов, пейзажей и так далее. И первая краска, которая, наверное, самая-самая необходимая, самая ходовая, без которой я вообще не представляю, как можно, в принципе, работать акварелью, это, конечно, ультрамарин. Ультрамарин это, на мой взгляд, одна из основных красок, один из основных цветов, который необходим в палитре любого художника. Но это, конечно, мое мнение. Здесь представлено три варианта. Это все ультрамарин, только разных производителей. Рембрандт, Сенелье и Ван Гог. Также ультрамарин Невской палитры, например, тоже очень хороший и вполне себе прекрасно показывает себя в работе. У них у всех пигмент PB29 и вы можете спокойно им пользоваться. Заменой ультрамарину может послужить кобальт. Интересный цвет и хорошо себя тоже показывает в работе и вполне себе заменяет ультрамарин. Следующий цвет, без которого я также не мыслю работу, в принципе, акварелью и, конечно, работу с морскими сюжетами, это Цирулиум. Цирулиум это пигмент PB35. Он у разных производителей немного по-разному себя ведет. Например, у Невской палитры мне он нравится чуть меньше, чем, к примеру, у Рембрандта, потому что, на мой взгляд, он такой немножко белесый, бледноватый. Но, в принципе, в работе, когда я его использую в замесах, он очень даже хорош и нет к нему каких-то очень серьезных комментариев. Поэтому вполне себе он тоже в работе у меня используется. Птала Блю или ярко-голубая у Невской палитры. Пигменты PB15, если мы говорим про Рембрандт, или PB15, деленное на 3, это если мы говорим про ярко-голубую. Цвета, в принципе, по себе похожи. Чуть-чуть у них отличается оттенок, но в целом, опять же, в работе, в замесах они себя ведут очень хорошо. И это такой яркий, насыщенный голубой, который вполне себе хорошо показывает себя в морской теме. Следующий цвет это павлиновая зеленая PG7 PB15 от Pinaxa. Яркая краска, насыщенная, которую можно, в принципе, составить самостоятельно, да, то есть замешать. Но я люблю некоторые цвета брать уже готовые, потому что, во-первых, сам оттенок может быть красивый. И бывает так, что готовый у производителя цвет красивее получается, насыщеннее, чем когда сам замешиваешь. Бывает обратная история. Но в данном случае, почему я люблю при работе с морскими темами использовать еще какие-то готовые замесы в тюбиках? Потому что зачастую мало времени, нужна скорость для того, чтобы быстро, по-сырому что-то закрыть. И нет времени замешивать цвета. Поэтому иногда проще взять просто из тюбика готовый цвет. Другой цвет тоже из таких готовых, сложно составных, скажем так. Это Turquoise Green от Van Gogh. Пигменты, сейчас скажу, PB15, PB29. То есть, опять же, можно замешать самостоятельно, можно взять готовый. Мне он очень нравится в работе, потому что он дает невероятно красивые изумрудные, бирюзово-мыльные немножко оттенки. Но смотрится это всегда очень красиво именно в работе с морем. Дальше, как ни странно, зеленые цвета, которые тоже необходимы нам в работе. И часто в море, как мы знаем, море может цвести и могут появляться какие-то зеленые оттенки. Это зеленое светлое от Невской палитры, например, PG36 пигмент. И у Рембрандта аналог это изумрудное зеленое. То есть, не путайте названия, у Невской палитры тоже есть изумрудное зеленое, но там другой пигмент. То есть, здесь очень важно разбираться именно в пигментах, в составе, а не в названиях. Потому что названия у разных производителей могут отличаться. Вот Рембрандт у меня уже закончился, собственно, пустой тюбик. И сейчас я перешла на Белые ночи и пользуюсь этим цветом. Также в замесах его использую. В чистом виде такой зеленый в работе с морскими темами я, конечно, не использую, потому что он слишком насыщенный зеленый. Но добавляя его, например, к ультрамарину, получается очень красивый морской цвет. Ну и последняя компания, которая мне очень нравится, это вот такой набор из цветов от Невской палитры. Синяя мгла, голубая дымка и аквамариновая дымка. Это, собственно, именно набор, который посвящен, скажем так, рисованию, возможно, и, собственно, морской темы. Вот так вот втроем они и продавались. И это гранулирующие краски, которые очень красиво разбавляются, растекаются на бумаге. Дают очень интересные, красивые эффекты, которые, между прочим, не всегда уместны при рисовании моря. То есть иногда грануляция излишне. Но там, где она смотрится хорошо, там вот эти цвета раскрываются просто великолепно и выглядят потрясающе. О том, как между собой эти цвета смешивать, какие оттенки получать для разных видов воды. Потому что вода тоже отличается не только от освещения вокруг, но также от самого состава. От того, какие это воды, северные, южные. Есть отличия в оттенках. И об этом мы подробнее будем с вами говорить уже на самом курсе. А сейчас предлагаю посмотреть, как эти цвета, собственно, сами по себе выглядят на бумаге. Итак, первый цвет, который мы рассмотрим, это ультрамарин. Сейчас попробуем его на бумаге, чтобы посмотреть, какая глубина у цвета есть, как он размывается и как себя показывает. И уже можно, в принципе, сразу представить себе, как будет выглядеть та или иная часть моря. И аналог ему кобальт. Здесь у меня рембрандт. Рембрандт, он с добавлением белил, как ни странно. И видите, какой он насыщенный. То есть, как он отличается здесь от ультрамарина. Но если вы поизучаете других производителей, например, ту же Невскую палитру, посмотрите, отличия кобальта от ультрамарина. Они вообще не настолько сильно отличаются. То есть, здесь разные производители, разные, здесь еще в составе белила указаны. И отличия довольно значительные. Я этот кобальт практически не использую в работе. Но другие кобальты, просто я его не покупаю себе. Поэтому не могу вам представить других производителей. Но вообще, поизучайте, поисследуйте. Посмотрите, кобальт вполне себе хорошо ультрамарин заменяет. И многие художники как раз этой заменой пользуются. Дальше у нас цируль. У меня только что его нанесла. Как видите, он такой немножко мылкий, на мой взгляд, у Невской палитры. Но вполне себе тоже очень хорошо себя показывает. И он хорошо смешивается с другими цветами. И опять же, в воде, в каких-то местах, он может очень хорошо, даже в чистом виде, смотреться. Дальше у нас ярко-голубая. Яркий, очень насыщенный цвет. Но опять же, для насыщенного морского сюжета, прекрасно себя может показать. Следующий, один из моих любимых готовых, это Пико Грин, павлиновый цвет от Пинакса. Он уже имеет зеленоватый оттенок. Я бы сказала, такой зелено-бирюзовый. Красивый цвет. Практически цвет воды. В определенных местах, скажем так. Дальше, Туркос Грин. Великолепный. Один из моих самых любимых цветов. Специально беру по насыщению наверху и размываю более плавно, чтобы вы увидели возможности цвета. Насколько он может себя проявлять, когда он насыщенный темный и когда он высветляется. И как ни странно, в составе не указаны белила. Хотя есть ощущение, что он как будто бы выбеливает. Возможно, есть какая-то хитрость. Но в целом, сам цвет очень красивый. Ведет себя великолепно на бумаге. В чистом виде его можно использовать как готовый цвет воды. Дальше у нас зеленая светлая. Аналогом является изумрудная зеленая у другого производителя. Например, у Рембрандта. И прекрасные гранулирующие краски от Невской палитры. Синяя мгла. Как видите, она очень насыщенная, темная в самом начале. И если ее разбавлять, она дает красивый, глубокий, синий, серо-синий цвет. Синюю мглу я использую в морских темах. Там, где мне нужно показать совсем насыщенный, темный, глубокий цвет. Прям глубину-глубину. Потому что сам по себе цвет сложный. Я практически ни с кем не смешиваю вот эти три цвета. Они самодостаточны. И особенно синяя мгла, вот этот цвет предыдущий, он может дать грязь при замесе. Поэтому я с ним очень осторожна. И Блумист. Голубая дымка. Тоже очень красивый. С бирюзовым отливом. Великолепно смотрится. Тоже очень красивый. Дает глубокие оттенки. Если мы насыщенно его кладем. И последний у нас аквамариновая дымка. Тоже великолепный цвет. Похож на пико грин. Похож на туркос грин. На вот эти два цвета. Есть у них что-то общее. Но аквамариновая дымка это гранулирующий цвет. Который кстати сейчас почему-то не очень хорошо видно. Что они гранулируются. Может быть маловато воды я добавила. Но когда я ими работаю на больших форматах. Это прям хорошо заметно. Когда много воды. Они прекрасно начинают размываться. И вот они цвета. Которые у меня в ходу. При работе с морским сюжетом. Конечно не обязательно иметь все цвета. Для того чтобы писать море. Можно ограничиться. Я бы сказала базовыми. И базовые в данном случае. Это на мой взгляд. Ультрамарин. Цирулю. И например зеленая светлая. И вот с помощью этих цветов. Уже можно создавать разные оттенки моря. Красивые и интересные. Но конечно я бы рекомендовала. Либо докупить например вот этот цвет. Потому что он очень красив. И может интересно использоваться в замесах в том числе. Либо пинакс. Вот например какой-то один из этих двух. Можно выбрать и приобрести себе дополнительный. И вот этот набор уже достаточный. Для того чтобы создавать интересные оттенки. Для написания моря.